Пройти медицинское обследование в короткий срок, без очередей, в отдельно отведенное время. Таковы условия недели диспансеризации ветеранов боевых действий. Первый в списке терапевт. Врач проводит опрос, измеряет давление, спрашивает о жалобах этих особых пациентов. Учитывая перенесенный стресс, перенесенные нагрузки, возможно, полученные травмы, безусловно, данный контингент имеет повышенный риск развития, в первую очередь, сельсосудистых заболеваний. В программе диспансеризации ФЛГ биохимически развернутый клинический анализ крови, который позволяет диагностировать различные патологические состояния. Врачи проводят и электрокардиографическое исследование. Все эти обследования позволяют выявить наличие заболеваний на ранних стадиях, особенно риск развития сердечно-сосудистых, гипертонической и ишемической болезней сердца. При необходимости врачи выписывают направление на более детальное исследование. Тех, кого мы обзвонили, все здесь, они по всем клиникам, и на Донской, и на Пирогово, и здесь, и в Централе. То есть это по 3-4 человека в день получается. Наши заинтересованы, наши братья, наши афганцы прошли диспансеризацию, кому-то нужна помощь. Кого-то мы можем отправить в Краснодар в госпиталь, кого-то может в Москву. Потому что у нас есть такие полномочия, у нас есть такие квоты. Пройти диспансеризацию ветераны боевых действий смогут до конца этой недели. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Только в Центральном районе в таком обследовании должны принять участие около 200 участников военных конфликтов. К слову, такую специализированную диспансеризацию в Сочи проводят уже второй год подряд.